Россия выступает за равную и неделимую безопасность на всём евразийском пространстве. Разумеется, как уже отмечал, в случае продолжения явно агрессивной линии западных коллег, мы будем предпринимать адекватные, ответные военно-технические меры. На недружественные шаги, жёстко реагировать. И хочу подчеркнуть, имеем на это полное право. Имеем полное право на действия, призванные обеспечить безопасность и суверенитет России. 俄羅斯 и Украин因边境問題,關係持续緊張. 俄羅斯总统普丁日前在国防会议上公開放話, 認為美國對 Украин的援助是不可接受的, 除非西方放棄侵略行動, 否則俄羅斯将被迫做出強硬回应. 由于俄羅斯对外面临 Украин問題, 对内则有疫情与经济衰退危机, 普丁23日召開的年度记者会备受外界关注, 而他也大方让记者提问, 当谈到乌克兰情勢时, 普丁强调俄国没有开战意图, 军事调度是出于自保, 更指出,俄羅斯其实想与乌克兰建立友好关系, 但与现任的乌克兰当局几乎不可能达成。 在这些问题上是我们的犯规定? 我们的关系我们是想与说一戒战意图着任何人控制。 我们说这是,在任何人或是任何人的利益, 我们的关系, 那我们基本上都要做这些战意。 我们准备了整个人, 但我们是想与说一战意图定, 在这些政府的关系上, 现在我们想与说一战意图定, 我们想与说一战意图定, 在乌克兰当局面前, 我们是想与说一战意图定, 而是想与说一战意图定, 但是我们是想与说一战意图定, Продолжение следует... При этом на окружении Дмитрий в году в году Юрий Корректор А.Кулакова Некомендую указать, что в целом мы видим сейчас пожалуй Американская сооружена, мы говорим о том, что они готовы к началу этих диагнозов, в женееве. В прошлом году, в России, наowsу работу, в начале недели ив члены, что противоречивая страна, Виталий, выполняет противоречивание ив члены правительства. Их доставок в начале, это не самообращение от другого членов. Но не было бы предусматривания национального финансирования. Это ошибочная политика. Также, как ошибка, это попытка использовать в данном случае спорт для решения каких-то трансмиссионных политических вопросов. Им не сдержать развитие Китая. Они должны осознать это в конце концов. Не сдержать. Сегодня уж Китай по паритету покупательной способности, экономика Китая больше чем Американская. Пройдет там еще 35-е годы, 50-е годы, Китай неизбежно станет первой экономикой мира и по всем другим показателям. 至于欧洲今年天然气价格高涨,主要供应方俄罗斯被指刻意限制输送量作为政治筹码。 普丁对此表示,俄罗斯依照长期合约,持续以较优惠的价格供应天然气给德国。 德国原本可以转售给其他欧洲邻国来调节天然气价格, 却选择将天然气转卖给乌克兰,按指德国才该为欧洲天然气飙涨负责。 《环宇新闻》 陈静综合报道 从台湾视角观察全球,掌握瞬息万变的世界,我是何荣。 每周三、周六,晚间九点,我在环宇全世界,2.0全新出发, 带给大家崭新的国际观点,请锁定环宇新闻台。